Можете мне продиктовать фамилию вот этого мальчика, который у нас с подозрением на ковид лежит? За состоянием пациентов они следят даже дома. Наталья – невролог Краевой детской больницы. Артем там же реаниматолог. Только с работы устали. Поздоровались друг с другом, с питомцами и за домашние дела. Необходимо знания подкреплять, что-то вспоминать, что-то новое узнавать. Всегда надо в тонусе быть. Еще бы, самый маленький человечек, с которым работал Артем, весил полкилограмма. И если эта литература – вопрос жизни, то для души Артем берет фантастику или биографию. Из последних прохоруки мураками. Так и собирают домашнюю библиотеку. Читает, кстати, ежедневно. Наталья в это время на кухне, сегодня на ужин омлет. Стараются питаться правильно. Мы каждый день работаем в день. И плюс у меня где-то четыре дежурства в месяц. У супруга порядка десяти и более дежурств. Общее дело у пары со студенчества. Артем и Наталья – одногруппники. Говорят, врачу врача понять проще, поэтому нет лишних вопросов о задержке с работы. Даже в красную зону ушли вместе. Но уверена, что главное испытание еще впереди. Мы обои не клеили. Настойшая проверка – это самим поклеить обои или переложить пол. А если без шуток, то Артем в супруге ценит открытость и доброту, а она в нем честность и заботливость. И домашние обязанности делят на двоих. А сегодня на двоих работа. Как будут праздновать 8 июля, ответили, не задумываясь. Я сегодня дежурю. Я тоже. Но вообще, да, для нас это праздник в первую очередь, потому что в этот день я сделал Наталье предложение. Кстати, вышло это случайно, но символично. С тех пор дарят в этот день друг другу что-то необычное и мечтают об отдыхе за границей, когда закончится пандемия. А пока их маленькая семья – часть семьи общей, больничной, с десятком общих детей, пациентов, за которых переживают каждый в своем отделении. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком.